Добрый вечер! Пора подводить итоги пятницы. Я Анастасия Далбули, информационная служба Интера, подготовила для вас лучшие кадры и комментарии этого дня. Прямо сейчас смотрите. Рабочий день демонстрантов. В Маринке митингуют, на Крещатике готовятся к холодам. Генпрокурор в Раде о виноватых невиновных тетушках и отставке. Разгромили и исчезли. Ищут и найдут ли Харькове. Утром помилован в России, вечером он уже в Германии, завтра, возможно, в Швейцарии. Ходорковский. Вместо пряток и салочек украинские дети начали играть в Веркут, что думают педагоги и психологи. В центре Киева продолжаются мирные акции и на Майдане Незалежности, и в Мариинском парке. В двух палаточных городках побывал Дмитрий Евчин. С утра на митинге в Мариинском все серьезно. Со сцены выступают политики. Кому-то не доверяют, кому-то доверяют. Доверие Николай Яновичу Азарову. Ну и, наверное, министром. Азаров, Европейский центр Европы на Украине. В палаточном городке готовятся к Новому году. Эта группа из Артемовска собиралась в Киев на день. Остались надолго. Из досок выложили дорожку к палатке и украсили елку. Западные страны уже месяц назад оборудовались мне красивый праздник. Красивый и нам хотелось как-то. Приходят, фотографируются. И с Майдана даже к нам приходили. Подарили оберег, теперь он на елке. Тех, кто голоден, здесь зазывают в крымские шатры. Шесть банок сгущенки залил водой. Воду закипятил, залил рис, засыпал. И на костре до готовности довел. В парке люди греются, играют в футбол. Анонсированные Олимпийские игры откладываются. Митингующие на Майдане и в Мариинском еще не договорились. Символ Майдана – баррикады. Укрепления по всему периметру. Возле них все фотографируются и даже создают вот такие вот сувениры. Дрова Евромайдана. Деревянные бруски разрисовывают у этой палатки обычным маркером. Я их не продаю, это просто сувениры. Чтобы люди брали за себя до дома, если им газ отключат. На Майдане занимаются хозяйством. Вывозят мусор, колят дрова. Готовятся к ночи в столице Холодаев. На сцене народный коллектив из спального района Троевщины. Довира у нас есть до опозитивных лидеров, которые вчера заявили, что мы с вами разом. И было очень приятно, что что там произошло, что на какие-то перемоги, то это все ваше заслуга. Бейш-бейш доверяем зараз. Буксеру нашу Кричкову, но я думаю, что ему скоро будет президент. Ему требует пока что быть губернатором в Калифорнии, там Швезнегер. Здесь тоже готовятся к Новому году. Разъезжаться не собираются. Дмитрий Евчин, Максим Соколец, подробности, телеканал Интер. Насколько изменилась ситуация в столице за последние несколько часов, узнаем у наших корреспондентов. Сергей Ружицкий и Ярослав Кречко следят за событиями на Майдане на залежности и в Мариинском парке. Включение из парка чуть позже, а сейчас Крещатик. Сергей, что нового сегодня вечером? Добрый вечер, Анастасия. Ну, сейчас Майдан живет грандиозным шоу. Здесь начинается буквально в эти минуты, в эти секунды показ мод. В нем участвуют девушки-волонтеры. Они вышли на центральную сцену Майдана. К сожалению, принять участие могут далеко не все, потому что много девушек остаются на своих постах, на рабочих местах, кто-то в медсанчасти, кто-то в столовых. В эту минуту, вот буквально я смотрю, вот сейчас вот-вот должно все начаться. Но не только шоу живет в Майдане, людей интересуют конкретика, в частности, сколько люди будут оставаться здесь. Дать вопрос, этот ответ обещают уже в воскресенье. Здесь будет больше людей, будут активисты, и они людям сообщают, что, собственно говоря, делать дальше, сколько еще стоять, и что нужно делать. Живет Майдан еще дебатами, дебаты, главный вопрос этих дебатов, это нужен ли на елке, которая украшена народным творчеством, портрет Юлии Тимошенко. Единого мнения среди митингующих нет. Много людей за то, чтобы он был, много людей против этого. Горящие споры также разгорели в соцсетях. Так, известные журналисты, которые, собственно говоря, первыми вышли на Евромайдан, когда он только начинался, заявляют о том, что Тимошенко на народной елке, это не совсем правильно, потому что Майдан с самого начала заявлялся как проект не политический. Нет единства в вопросе Тимошенко и среди политиков. Естественно, часть за такой момент, портрет Тимошенко на елке, часть против. Вот такие новости, Анастасия. Спасибо, Сергей Ружицкий, с Майдана незалежности. А буквально в нескольких кварталах в парке напротив Верховной Рады Ярослав Кречко. Ярослав, есть ли какие-то изменения в Мариинском? Добрый вечер, Анастасия. В Мариинском парке все без изменений. Митинг на площади возле Верховной Рады закончился два часа назад. Часть митингующих продолжает оставаться у сцены. Большинство же ужинают и готовятся ко сну. Как нам рассказал комендант палаточного городка, у них здесь, как и на Майдане, дежурит своя охрана. За порядком следят каждую ночь. Свою вахту несут здесь и сотрудники милиции. Где-то час назад мы стали свидетелями того, как на дежурство заступили новые бойцы внутренних войск. Сделали это уже по традиции после исполнения государственного гимна. Мы поинтересовались, отмечают ли правоохранители здесь свой профессиональный праздник. К нам ответили, что служба идет как обычно, разве что для милиционеров организовали праздничное питание. На эту минуту это все. Завтра митинг возле Верховной Рады продолжится и мы будем следить за событиями здесь. Анастасия. Благодарю. Ярослав Кречко из Мариинского парка. Президенты молились за Украину Виктора Януковича и три его предшественника на Владимирской горке у памятника великому князю Владимиру. Представители различных конфессий произносили каждый свою молитву за примирение и единство украинского народа. Господи, навчи нас любить один одного, как ты заповел нам. Помоги найти нам правильное решение создавшейся общественной и политической ситуации. Михаил Ходорковский на свободе. Сегодня бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС помиловал президент России Владимир Путин. Подробнее, где сейчас экс-заключенный, передает Лариса Задорожная из Москвы. Михаил Ходорковский срок отбывал в колонии, которая находится в Карелии. По решению суда должен был выйти на свободу только через 8 месяцев. По решению российского президента это произошло сегодня. Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, когда тайского помилования. Он этого не делал. Но совсем недавно он написал такую бумагу и обратился ко мне с прошением о помиловании. Он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать. Ходорковский был задержан в 2003-м. Два судебных процесса. Первый приговор 8 лет за мошенничество и неуплату налогов. Второй 11 лет за хищение нефти. Журналисты с самого раннего утра дежурили возле колонии, но их не подпустили ближе, чем на 200 метров. Поэтому С-глава ЮКОСа вышел на свободу без посторонних глаз. Служба по исполнению наказаний только лаконично подтвердила. Заключенный покинул стены колонии. Мы просто ошарашены, так отреагировала семья Ходорковского на события последних дней. Где сын и что с ним, мать узнавала из интернет новостей. Сын Ходорковского Павел в своем блоге пишет, что счастлив, но ничего сказать не может. До тех пор, пока не поговорит с отцом. Россияне же на освобождение опального олигарха отреагировали по-разному. Я не знаю, воровал он или не воровал, но он уже отрезву отсидел свой срок. Наверное, все уже закончилось, всякие гонения. Я считаю, что получил то, что заслужил, но вполне ему достаточно. Не знаю, мне, если честно, как-то неинтересно, что он там воровал у кого. Ближе к вечеру становится понятно, как и когда Ходорковский покинул колонию. По нашим источникам, в 12.20 по московскому времени его вертолетом доставили в Петербург. По месту жительства в Москве Ходорковский сегодня так и не появился. Он вылетел в Германию. Эсглава ЮКОСа сейчас в Берлине. Как оказалось, накануне освобождения он попросил оформить загранпаспорт в срочном порядке. Федеральная служба по исполнению наказаний это подтвердила. Вместе с загранпаспортом срочно оформляли и визу. А это означает, что посольство европейской страны было в курсе намечающегося помилования. Лариса Содорожна, Олег Неведомский. Подробности. Российское бюро телеканала Интер. И вот детали вылета Ходорковского. Он прилетел чартерным рейсом на джете Cessna, который предоставила одна из немецких авиакомпаний по просьбе экс-министра иностранных дел Германии. Ханс Дитрих Геншер встречал Ходорковского в аэропорту. У него теперь есть разрешение на пребывание в шенгенской зоне в течение года. В Германии Ходорковский пробудет несколько дней. А потом, вероятно, отправится в Швейцарию к жене. По некоторым данным из Соединенных Штатов в Германии уже вылетел сын Ходорковского. Верховная Рада Украины ушла на новогодние каникулы. В последний рабочий день в сессионном зале было довольно жарко. К народным депутатам пришел генеральный прокурор и члены правительства. Парламентская полемика у Ирины Баглай. В парламенте последний рабочий день в этом году. В зале аншлаг, в гостевых ложах генпрокурор и правительство. Начали с поздравлений. Сегодня день милиции. Давайте приветствуем всех ветеранин, противников, милициям. Докричите сильно. Что вы так кричите? Еще рано, когда вы уже так кричите. Страсти немного утихают. На трибуне генеральный прокурор информирует, как идет расследование событий на Майдане в ночь на 30 ноября. Далее итог. У всего за период с 24 листопада до 14 грудня распочато 40 криминальных проваджений. После выступления все внимание к экранам. Материал эксклюзив следствия. Он вызывает очередную бурю эмоций у оппозиции и полемику. Мирная акция, которая проводилась с людьми, была много раз спровокована так называемыми тетушками. Я особисто был присутствием, когда камни летели из стороны и за спин милиции, за которые забегали эти люди в цивильном одессе. Скажите, пожалуйста, когда мы увидим кадры, где бьют десятки журналистов, где бьют десятки молодых людей, где молодую женщину, которая лежит бездыханно, бьют десяток беркутовцев. Кадры, о которых вы говорите, мы все видели с 30 листопада до сегодняшний день у многих информационных. А те кадры объективности, их не видели. И я хочу сказать, они что, з Луны приехали в Украину? Они что, не из Майдана эти кадры? Пане генеральный прокурор, чи не пора вам подать в отставку? Про подставку. Я добре знаю закон, не треба мене лякати. В этом зале вырешивается доля генерального прокурора, и вы знаете, что в дальнейшем вырешивает президент государства. Будем действовать по закону. Дейте по закону. А еще генпрокурор заявил. Будут установлены те правоохранители, которые перевищали силу. Что не подобается тут? Мне не понятно. Что, мило? Следующими службами безопасности зареистрировано два проважения правочинения группой людей незаконных действий, спрямованих на захопление государственной лады в Украине за статей 109 Криминального кодекса Украины. Имена звучат уже в кулуарах из уст самих же якобы фигурантов. Они проходят Турчинов, Тягнебок, Яценюк и еще. А они что-то проходят? Треба дознатись. А вот в качестве кого они проходят по делу свидетелями или подозреваемыми, Яценюк ничего не сказал. Чуть позже оппозиция решила провести свое парламентское расследование действий правоохранителей. Для этого создадут временную следственную комиссию. Поучаствовать в ней не против регионалы, но в результативности сомневаются. Как правило, наши комиссии – это шлях в никуда. Шесть месяцев прошли, нормально позвитивали и национально поставили правоохранителей. Но я в нём приму, лучше, скачу нам, и отмогу. И стараюсь подивиться на это явление с всех сторон. Пленарный год отработали, депутаты разъезжаются на каникулы. В следующий раз встретятся 14 января 2014 года. И первым делом рассмотрят финансовый вопрос госбюджет. Ирина Баглая, Валентина Левицкая, Владимир Самченко, Вадим Ревун. Подробности – телеканал «Интер». Нашли и допросили милицию Краснодона. Это Луганская область продолжает расследование нападения на съёмочную группу. Подробностей обо всех деталях Руслан Мищенко. Инцидент произошёл вот на этом месте. Оператор снимал, как ломают и тащат сугроб флаг. В этот момент к нему сзади подбежал незнакомый мужчина. Схватил за куртку, а потом за камеру и дважды ударил по ней рукой. Телеканал «Интер» мы работаем. Телеканал «Интер» мы работаем. Кто нападал, в милиции знают, но его имя и фамилию не называют. Ссылаются на закон о защите персональных данных. И говорят, молодой человек напрочь отрицает свою вину. Он не ударил, а якобы её пытался закрыть. Это его пояснение. Сразу после инцидента председатель поселкового совета из Варина обещал провести беседу со слишком активным участником акции. Просил не обижаться на столь агрессивную реакцию. Сегодня чиновник повёл себя совсем по-другому. Без комментариев я еду на охрану, где меня ждут им. Что, Александр, вы сказали, что вы знаете. Я вам всё разговариваю. Я не плаваю. Всё. После разговора с поселковым головой к нам подошёл местный житель. С порога заявил, он свидетель по делу. Виталий Орехов уверяет, хорошо видел, как всё происходило. В этой стороне стоял я, с той стороны стоял ещё парень. Как бы мы ближе всего. Они к этому парню начали интервью. Он, не снимайте меня, не снимайте меня. Потом рукой отодвинул камеру, как бы, то ли прикрыл там чуть, отодвинул в сторону. И пошёл в одну сторону, корреспондент развернулся, пошёл снимать в другую сторону. Рассказывает Виталий Орехов о нашей съёмочной группе. Но в то же время на вопрос, узнаёт ли он нас, мужчина ответил. В принципе, я так себе задавал вопрос, не знаю, вряд ли я узнаю. В посёлке об инциденте знают почти все жители, но на камеру рассказывать ничего не хотят. Никто так и не ответил, кто же нападавший, где живёт и работает. Однако все в один голос заявляют, к акции протеста готовились основательно. Не менее основательно будет доведено это дело о нападении на нашу телегруппу до логического конца. Руслан Мищенко, Виталий Ромас, подробности, телеканал Интер, Луганская область. В 88 раненых в самом центре Лондона обрушилась часть крыши в популярном театре. Прямо во время представления. О последних деталях Оксана Кундеренко из Лондона. В 8.15 вечер четверга. Туристический центр Лондона предпраздничный ажиотаж. В одном из самых знаменитых театров Аполло. Полный аншлаг. Представление в разгаре, когда зрители слышат сверху странные звуки. С потолка на них начинают сыпаться обломки. Первыми замечают актеры и просто со сцены кричат «берегитесь». Публика мешает, думает это часть представления. Тем временем потолок цепляет и обваливает части балкона. Срывается и падает на людей огромный светильник. Я услышал бабах. Не думаю, что это был взрыв, но на меня что-то посыпалось. Везде была пыль, какие-то палки. Несколькими часами позже полиция скажет, что упал не сам потолок, а лепнина на нем. Это подтвердит и осмотр крыши сверху. Там видны лишь трещины. Через них, видимо, затекла вода. А накануне в Лондоне разыгралась буря с грозами и ливнями. Вот и не выдержала конструкция, которой больше ста лет. Службы спасения сработали очень оперативно. Приехали из ближайших отделений. Начали эвакуировать людей. Первые минуты после обвала в сердце тусовочного Лондона соха паника. Раненых поспешно усаживают в проходящие мимо рейсовые автобусы и везут в больницы. У большинства – ушибы и порезы. Более серьезные случаи – переломы, травмы головы и спины. С такими диагнозами у нас семь пациентов. Но их жизни ничего не угрожает. Есть среди раненых и дети. Ведь на этот спектакль люди приходили семьями. И приходили не только семьи, но и иностранные туристы. Спектакль «Что случилось с собакой однажды ночью» очень популярный. А вот что случилось с театром, где давали пьесу, выясняют следователи. И расследование на контроле премьера Дэвида Кэмерона и мэра Лондона Бориса Джонсона. Однако уже сейчас полицейские уверены, это был несчастный случай, а не теракт или спланированное преступление. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». И вот ближе к вечеру стала известна в Лондоне еще одна серьезная авария. Пассажирский автобус врезался в дерево, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Более десяти человек ранены, двое в критическом состоянии. Крупнейшая гидроэлектростанция в Европе и шестая по масштабам во всем мире. На Днестровской ГАЭС, это в Черновицкой области, запустили гидроагрегат номер два. Мы довели, что своими силами украинцы здатны побудовать наиболее амбитные проекты в нашей стране. Директору станции, доповисти про готовность. Старт торжественному запуску Виктор Янукович дал в столичном дворце Украина. Это победа всей страны, она усилит энергетическую безопасность нашего государства, сказал президент и добавил. В Донецке скандал двое умерли в больнице. Нигерийские студенты против донецких медиков в сути разбиралась Ирина Исаченко. Три дня в хоме и смерть. 20-летняя красавица Тереза училась на инженера, умерла от сепсиса на фоне хронической анемии в первой городской больнице Донецка. Через неделю еще одна смерть в той же больнице. У шестикурсника бета остановилось сердце. Его друзья говорят, в больнице не оказалось ни лекарств, ни аппаратуры, ни специалистов. Надо было реаниматься и оперировать, искать, что там, где этот порвался. А там ничего не сделано. Председатель областной общины нигерийцев, сам дипломированный врач, нейрохирург в областной клинике, говорит, в больнице, куда доставили бета, даже кардиомонитора не было. Если, например, он поступил на хорошую больнице, на хорошую отделение, например, в которой есть препарат, ее могут проводить и все, дели андиографию, если надо, дели операции. Но там вообще возможностей очень мало. Возмущенные смертью двух соотечественников студенты пришли требовать от врачей объяснений, почему не оказали адекватную помощь. Медики божаться сделали все возможное. У бета, мол, вообще не было шансов. У него с детства нарушение сердечного ритма. Была проведена дефибрилляция, были проведены все реанимационные мероприятия. Все оказалось безуспешно, сердце остановилось. Все дело в хронических заболеваниях и неприспособленности к украинскому климату, утверждает заместитель главврача. Как можно было с такой патологией, и в первом, и во втором случае, направить детей, тем более, из Африки в северную страну. На Украине есть трудная ситуация. Когда человек идет в больницу, он сам простой, ему надо все принести и сделать. И это при том, что и у Терезы, и у бета были медицинские страховки. Терезу и бета похоронят на родине, в Нигерии. В понедельник гробы отправят самолетом, а прощание с ними состоится воскресенье в этом костеле. На траурную церемонию съедутся студенты-иностранцы со всей Украины. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин. Подробности, телеканал Интер. Донецк. Украинские дети играют в Беркут. Психологи успокаивают. Не паниковать. Новые подробности пятницы. Не пропустите. Зять президента Казахстана. Заказчик убийства. Подозревает прокуратура. Зять скрывается. Она теперь рыцарь. За что певица Адель вручили королевский орден. Наехали на люк у Бессона. Авторы Леона и Пятого элемента подозревают в растратах. Сегодня апелляционный суд Киева решал дальнейшую судьбу задержанного на Банковой Андрея Дзиндзи. Какое решение вынесли, знает Ирина Романова. 1 декабря Банковая. На этих кадрах видно, как в сторону администрации президента протискивается трактор. А здесь он старается смять шеренгу милиционерам. На машине люди с закрытыми лицами. Но следователи установили. За рулем были Владимир Кадура и Андрей Дзиндзя. Основный мотив его, начебто, вчиненных действий, это то, что он выкрав трактор с метою заведения телесных повреждений или какого-то нападу на работников милиции. Журналиста дорожного контроля Грозу Гаишникова Андрея Дзиндзю, как и Кадуру, арестовали на 2 месяца. Я как журналист, каким образом я могу угнать рейдера, если я не умею ним керовать. У меня полностью есть все видео, от самого начала до конца. Сегодня апелляционный суд пересматривал Дзиндзю меру пресечения. Вместо его адвоката Виктора Смоля пришел другой. Просил для задержанного меру помягче, но суд был непреклонен. Андрея оставили в СИЗО. Адвокат Дзиндзю все же побывал сегодня в апелляционном суде, но не как защитник, а как задержанный. Его арестовали 9 декабря за то, что он во время судебного заседания якобы напал на судью. Напал после того, как его подзащитного Дзиндзю взяли под арест. Адвокаты просили суд отпустить Смоля на свободу, как отца четверых малолетних детей и личность не опасность для общества. Но судья оставили в силе меру пресечения. Два месяца за решеткой. Адвокаты Смоля уже обратились к уполномоченному по правам человека и собираются подавать в Евросуд. Елена Романова, Вадим Середонов. Подробности в телеканал «Интер». Виктор Янукович требует от правительства начать реформирование милиции. И об этом президент заявил, поздравляя личный состав МВД с Днем милиции. Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас несет службу по охране общественного порядка. Люди и в форме, и в цивильном, все співгромадянина нашей держави. Останні події в державі ще раз підтверджують. Реформа правоохоронних органів милиції не тільки назрела, але й потребує негайної активизации. Третий круглый стол. На нём не было президента. Были його представители. Не було прем'єра. Были його міністры. Не було лідерів оппозиції. Были їх представители. Модератором круглого стола был його же ініціатор Леонид Кравчук. В основному говорили о московських соглашениях президентов России и Украины. Были емоції і попытки ввести їх в раціональне русло. Посмотрите. Не помечати того, що відбувається в Україні, просто не можна. Тим більше в тому стадію, в якому ми з вами ще опинились. Якщо дивитесь на цифры двомя руками. Якщо дивитесь на цифры. Я політики ще не бачив. Було підписано 14 документів. Відразу хочу наголосити, що цей перелік документів є вичерпним. Жодних таємних документів також не розглядалося і не підписалося. Там 5% річних. Це відповідає кредиту, який пропонувався Міжнародним валютним фондом. Там 4% річних. Але тут є дуже важлива річ. Якщо в умовах, які нам пропонував Міжнародний валютний фонд, нам потрібно було для того, щоб виконати і отримати кредит, підняти тарифи для населення по теплу і допустити глибоку девалювацію гривні, то в умовах, які надавались російськими партнерами, таких жорстких умов до нашої економіки, до нашого суспільства не було. Три вимоги озвучив мій колега, я ще раз їх озвучив. Це є звільнення, покарання, і це є питання відповідальності посадових осіб, політичної відповідальності. Європейська інтеграція України, асоціація з ЄС, залишається в силі. Питання не в тому, чи відбудеться це, питання коли і як ми це зробимо. І перший віцепрем'єр Сергій Арбузов по завершенні круглого стола заявив, «Никаких ротаций в правительстві не буде». Девять лет дали бас-гитаристу групи «Грин Грей», Петру Цимбалу і його супруге Алисе. За що? Антонина Мороді розкажет. Сьогодні здесь розмачують дело, в якому фігурирує бас-гитарист групи «Грин Грей», Петру Цимбал і його жена, каскадер Алиса. Іх і ще п'ять чоловік обвиняють в тому, що вони входили в міжнародну групу по розпространенню і збуту наркотиків. Виращивали і продавали марихуану, которая предназначалась для елити шоу-бізнеса. Це длилось почти 2,5 роки. І вот сьогодні в районному суді Києва поставили точку. Последнє судебне засідання було більше 2-х часов. І вот приговор. Петру і Алисе дали по 9-х тюрьму. Реакція на приговор була неоднозначна. Вони рассмеялись, уверяють, їх подставили свої вини. Они не признають, розказують о побоях в милиції і говорят, обязательно будуть подавати на апелляцію. Народна артистка України, мать Петра Цимбала, сейчас більше всього переживає за свою внучку. Вчера она просила святого Миколая, щоб скоріше тато і мама повернулися. Да, звичайно. Вона дивиться, бачить і так, і кажуть, це тато і мама летять. Як взагалі може бути дитина зіротою при живих батьках, коли вони її люблять, вони її не кинули. Привет всім колегам, всім друзьям. Ребят, все буде добре. Антонина Мороді, Ігор Антонюк, подробності, телеканал «Интер». Почти полторы тисячі скорих выйдут на українські дороги за год. Мінздрав потратил на ці цели 900 млн гривень. В міністерстві завіряють, в 2014 году страну ждет саме масштабне обновлення медицинського автопарка за последні 20 років. Буде створено кілька комісій, які будуть перевіряти на відповідність автомобілів їхньої якості. Безработица сократилась, уровень задолженности по зарплатам снизился на 100 млн гривень, заявила міністр соцполитики Наталья Королевская. Сегодня она встречалась с сотрудниками службы занятости, поручила їм улучшить і ускорити процедуру трудоустройства. Обсуждаю бюджет службы на следующий год, премьер поставив вопрос, а вот какое количество безработи вы планируєте к увеличению в следующем году? Ядоникал Яванович, не планируємо. Христиане і мусульмане убивають друг друга в Африке, бувшого зятя Назарбаева подозревають в заказном убийстве, а мэра филиппинского города расстреляли вместе з женою і маленьким внуком прямо в аэропорту. Смотрите наш обзор. Мэра филиппинского города Лабанган расстреляли в столичному аэропорту. Вооружённая банда напала на кортеж политика у Коля Талумпу, когда он подъезжал к терминалу. Там же на месте погибла его жена, полуторагодовалый внук і помощник. Несколько телохранителей ранены. На нападающих была полицейская форма. Они скрылись с места преступления на мотоциклах. Генпрокуратура Казахстана подозревает бывшего зятя президента в заказном убийстве. В прошлом муж старшей дочери Нурсултана Назарбаева, Рахат Алиев, якобы распорядился ликвидировать оппозиционера Атенбека Сарсенбаева 7 лет назад. Это уже не первое обвинение. Ранее в Астане Алиева приговорили к 20 годам лишения свободы за похищение людей, но заочно. Генерал-майора американских ВВС уволили за кутеж в Москве. Во время официального визита в Белокаменную Майкл Керри часто напивался, грубил, устраивал дебоши в баре и развлекался с девушками. За неподобающее поведение военного лишили должности. Ранее генерал-майор командовал ракетными частями стратегического назначения. В индийском городе Мумбаи разгромили американскую пиццерию. Так активисты республиканской партии отомстили Вашингтону за арест своего дипломата. Протесты продолжаются по всей стране. Американских дипломатов в Индии лишили ряда привилегий, оставили без скидок на алкоголь и сняли ограждение с посольства США в Нью-Дели. Все из-за ареста индийского дипломата в Нью-Йорке неделю назад. Людей возмутило, что женщину заставили раздеться догола и закрыли в камере с наркоманами. Ее обвиняют в махинациях при оформлении визы для своей домработницы из Индии. Христиане напали на мусульман в Центральной Африканской Республике. Отряды вооруженных христиан под названием Антибалака или Антимачете атаковали два мусульманских района в столице. Разнимать жителей пришлось миротворцам. Цар сотрясает конфликты с марта месяца, когда Мишель Джатодия захватил власть в стране и стал терроризировать христианские поселения. Те в ответ сформировали свои оборонные вооруженные отряды. Киностудию Люка Бессона заподозрили в хищении государственных денег. Парижский Голливуд Сит-Эдю-Синема открыли в прошлом году. Строительство обошлось почти в 170 миллионов евро. Часть средств предоставила государство. Насколько прозрачно эти деньги были использованы, проверит департамент полиции по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми махинациями. Люк Бессон, друг экс-президента Саркози, он подозревает, что все это политический заказ. Певица Адель стала рыцарем ордена Британской империи. Почетную награду ей вручил принц Чарльз в Букингемском дворце за вклад в развитие музыки. Это уже вторая престижная премия за последний год. Ранее Адель получила Оскар за песню из последнего фильма о Джеймсе Бонде. Не дают спокойно работать в Брюсселе перед саммитом ЕС. Демонстранты заявили политикам, что те слишком расточительны, разожгли костры. Как это было, видела София Гордиенко. Улицы европейских кварталов Брюсселя во время саммита всегда перекрыты, ведь съезжаются самые важные политики Европы. Так что свидетелями протеста стали в основном полицейские. Акция впечатляет. Здесь тракторы, костры, транспаранты и лозунги. Протестуют несколько организаций. Главная претензия ЕС слишком много тратит на вооружение, в то время, когда эти деньги могли отдать, например, в поддержку фермерства. Военные мощности ЕС вторые по величине в мире. Мы тратим на милитаризацию больше, чем Россия, Китай и Япония вместе взятые. Впрочем, кроме полицейских, журналистов и жителей ближайших районов, антимилитаристов мало кто заметил. Во-первых, высокие гости приехали с другой стороны. Во-вторых, когда догорели косты, акция закончилась. Впрочем, демонстранты все-таки попали в фокус мировых новостей. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. Не детские забавы. Наши школьники играют в Беркут и Майдан. Учителя шокированы, психологи успокаивают. В правилах игры разбиралась Алена Центила. У киевских школьников новая игра. Вместо пряток и догонялок играют в Майдан и Беркут. Делятся родители в соцсетях. Пришла с родительского собрания. Учительница просила передать детям, чтобы не играли в школе в игры с участием Беркута. Беркут должен догонять людей и бить. В игре это 20 касаний. Кто получит 20 ударов, становится бойцом Беркута. А тот, соответственно, превращается в человека. Да, у меня ребенок тоже рассказывал. Только они не играли. Мальчик сказал, что он беркутовец. На него налетели дети и начали толкать. Едем в обычную киевскую школу проверить, во что играют малыши. В третьем ве Твистер бьет все рекорды. Правую руку нашел. А где там? Кидается, смешка мановуется. Мы играем в догонялки, в войнушки. Девчата полюбляют играть в компьютерные игры. А вот Даня играет в Беркут и Майдан. Мы делаем на две группы. Беркут и обычные люди. Вот те, какие команды за людьми, кидаются камнями, всем таким. А те, кто за Беркутов, просто стоят в себе. А потом меняются. Обнимаются, обнимаются, и кто упал, выходят из игры. Побеждают те, кто выстоял. Одноклассники Дани такой игры не знают. Или не признаются, что знают. Учителя тоже. У нас в школе такого нет. И в такие игры дети не играют. Ни на уроках, ни на перерывах. Изменились и другие дворовые забавы. Если раньше ребята просто звонили в двери и убегали, то сейчас стучат в окна на первых этажах и кричат «Выходите! Вашего сына Беркут забрал». Новые забавы, реакция на суровую действительность, объясняет психолог. Все, что показывают по телевизору и обсуждают взрослые, превращается в детскую игру. Они придумывают правила, следят за их выполнением. Это неплохо, наоборот, это позитивно. Потому что, если бы они не играли, было бы хуже. Тогда бы все эти эмоции и переживания копились у них внутри. Запрещать ребятам играть в Беркут психолог не советует. Лучше все объяснить. Но самое главное, Беркут привычных догонялок не заменит. Как скоро эта игра выйдет из моды и не появится ли ее продолжение. Беркут 2-3 зависит от ситуации в стране. Алена Сентила, Андрей Костюк, подробности, телеканал Интер. Сегодня пятница, значит, на Интере главное ток-шоу страны. Шустерлайв, Савик, добрый вечер. Добрый вечер вам и вашим гостям. Надеюсь, без жаркой конструктивной дискуссии у вас в студии сегодня не обойдется. Удачи вам.